Мне очень бы хотелось, чтобы вы меня услышали всё-таки в конце концов и донесли это до своих читателей, зрителей и пользователей в интернете. Но вы понимаете или нет, что если Украина будет в НАТО и военным путём будет возвращать себя Крым, европейские страны автоматически будут втянуты в военный конфликт с Россией. Конечно, потенциал объединённой организации НАТО и России не сопоставим. Мы понимаем, что Россия – одна из ведущих ядерных держав, по некоторым компонентам, по современности даже многих обережает. Победителей не будет, и вы окажетесь втянутыми в этот конфликт помимо своеволи. Вы даже не успеете глазом моргнуть, когда будете исполнять пункт 5 Римского договора. Господин президент, конечно, не хочет этого развить, и я не хочу. И я не хочу. Поэтому он здесь и находится, и мучает меня уже 6 часов подряд вопросами, гарантиями, вариантами решения. Но я считаю, что это благородная миссия. И благодарен ему за то, что он предпринимает такие усилия. Со своей стороны будем делать всё для того, чтобы найти вот эти компромиссы, которые всех устраивают. И в наших предложениях, которые мы направили в НАТО и в Вашингтон, нет ни одного пункта, который мы считаем неисполнимым. Ни одного.